Вот через время, совсем недолгое, в город овощей прибыли и жабки, и пиявочки. Все они пришли посмотреть на город. Морковочка прибыла туда тоже на соколе и удивилась. Дело в том, что город был полностью отстроен из более крепкого камня. Сверху каждого домика лежал шифер. Этот шифер мог защитить дом от разрушения, а также он защищал их от дождя. Была создана дренажная система, которая выводила воду лишнюю. И мостовая была выложена камешком и гравием, чтобы не было грязи. Также удивительно было то, что дедушка сделал большое количество катапульт из мышеловок. Мышеловки теперь были не нужны. И он добавил некоторые туда приспособления и получились катапульты. Катапульты могли кидать все, что угодно, но большинство пользовались мышиными кокулями. Мышиные кокули дедушка скручивал в кружочек и ложили рядом возле катапульта. Это на случай нападения. Также был устроен высокий забор, тоже из камня. А сверху забора были заостренные края. Были сторожевые башни с крышами, такие, чтобы не могли напасть на сторожевика. Со всех сторон были баночки, консервные висели, по которым можно было стучать в случае опасности. И были дозорные. Самая высокая дозорная башня находилась на крыше домика, в котором жила морковочка. Мало того, что домик был очень высокий, плюс на нем была эта дозорная башенка, в которой сидел редис. А там вместо баночки был настоящий колокольчик, причем довольно-таки большой. Этот колокольчик бабушка привезла им с базара. Этот колокольчик вешали коровкам на шею, чтобы они не потерялись. А теперь этот колокольчик служил сигналом. Там всегда находился редис, который следил теперь за небом. И вы знаете, дело в том, что было все правильно придумано, потому что прошел буквально день радости и веселий. И таки появились первые признаки соколов. Соколов было очень много, а они черной тучей налетали на город овощей. Все по местам, командовала морковочка. И все заняли свои места возле мышеловок. Некоторые прицеливались, некоторые наложили следующую кокулю и закидывали этим всем, этих самых соколов. У дедушки была рогатка, которая тоже стреляла кокулями. Кокули были очень неприятным видом оружия. Когда они попадали на сокола, он неприятно пах. И соколу было неприятно и больно, и противно. И его боевой дух тем самым падал. И эти сокола часто улетали куда-то мыться, потому что они ценили свою красоту и свой запах. И самкам соколов не нравились сокола, которые плохо пахли и были все испачканы кокулями. Поэтому сокола отказывались больше идти в атаку и улетели. Конечно же, все мы понимаем, что они вернутся. Однако, на данный момент атака была отбита. Были созданы плоты, которыми управляли пиявочки. Пиявочки брали за это тоже яблочки. Также они принимали участие во многих игровых процессах. Они устраивали игрища. Пиявки оказались очень веселыми ребятами. Единственное, что им все время нужно было болото. И долго они не могли находиться на открытой местности. А на солнце вообще почти не могли находиться. Жабки тоже. Жабки продавали свои невидимые зелья. Обменивали их тоже на... Также камышовые все. Обменивали на яблочки. Яблочки понравились и пиявкам, и жабкам. У многих пиявочек стали даже прорисовываться что-то подобие ручек и ножек. Но это были не совсем ручки и ножки. Это были скорее как плавнички. И от этого пиявочки стали еще более быстрые, еще более скоростные. Вот. Жабкам почти ничего не давало. Не давали ничего яблочке, кроме умственных способностей. Жабки вдруг стали очень умными. Они стали поэтами, философами. И сочиняли везде, пели свои песни. Ихний квакливый язык был очень знаменит и распространен. И все стали его изучать в школах. Было открыто много школ, в которые ходили все вместе. Но безопасность была все равно на первом месте. Количество катапульт было увеличено. Количество охраны было увеличено. Сейчас в охрану входили и крысы. Крысы были подразделениями разведчиков. Они должны были разведывать вокруг. Нет ли где-то врагов, противников. Никто ли не хочет напасть на ихний город. Также они следили за тем, чтобы в городе не было шпионов каких-либо. То есть, те, которые против города овощей. Вот. Что еще рассказать. Жабы мало служили в армии. В основном там были редисы, луковицы. Вот. Пиявки тоже служили в подводной армии. Они должны были разведывать и охранять территорию вокруг этого города овощей и со стороны болот. Все жили в мире и в радости. И никто больше не сражался. Сокола больше пока не появлялись. Однако, на горизонте все знали, что появятся грифы. Грифы более опасные, чем сокола. И они не боятся как куль. Однако, об этом было известно из-за того, что это рассказал сокол. Но, может быть, повезет. И грифы и не явятся в этот район. Но сокол говорил, что они очень боятся грифов. И сами сокола. И что рано или поздно они, скорее всего, доберутся до этого района. Вот, сам же сокол познакомился на рынке, когда был с бабушкой. Познакомился с голубкой. Она была такая беленькая. И у нее было черное пятнышко на крылышке. Вот, она была очень красивая и очень скромная и стеснительная голубка. И он влюбился в нее и пригласил ее к себе в гнездо. У него было гнездо возле вышки с часовым. Там они и завели себе птенцов. Но это было не скоро. Так вот время шло. Все было хорошо. Морковочка тоже жила и радовалась. Все.